Добрый вечер! Я рада приветствовать всех, кто зашел ко мне на канал. И сегодня я бы хотела продолжить разговор о парфюмерии, о парфюмах, которые я использую летом, о парфюмах-обливашках. Здесь будут уже парфюмы, которые были в моем видео. По крайней мере, они вам известны, вы их видели. Ну и давайте начнем. Я продолжаю пользоваться парфюмом Наваим от марки Саиджуна Италам. И я хочу сказать, что это весьма приятный, да, я повторю свои слова о том, что это очень приятный, нежный, в основном такой цветочно-мускусный, очень легкий, такой вуальный аромат. Я пользуюсь им с удовольствием. Он, несмотря на всю свою нежность и какую-то воздушность, он достаточно стойкий. Его хватает, мне кажется, его хватает часов на 6-7. Может быть, уже отголоски я слышу чуть позже, часов через 8. В общем, несмотря на свое очень нежное, очень легкое звучание, он все равно на коже звучит достаточно долго, остается достаточно долго. Аромат очень легкий и очень приятный. А вот сейчас, когда у нас в Петербурге спала вот эта вот жара за 30, я использовала пару раз вот эту туберозу Иланг Иланг от марки Ассан. Это тоже достаточно недорогой парфюм. Вот вы видите, что я его так действительно попользовала. Но хочу сказать, что вот когда, повторю, спала вот эта вот жара за 30 и стала где-то 20 градусов, этот аромат звучит по-другому. Мне кажется, что вот в отсутствии одуряющей жары этот аромат как-то скукожился и звучит, знаете, звучит уже как-то более плоско. Вот что-то меня стало в нем напрягать. То есть тубероза, да, но мне кажется, что она именно скукожилась и звучала более плоско. Так что я думаю, что вот этот аромат туберозы Иланг Иланг, он должен звучать именно в жару. В жару, когда вот ты просто расплываешься и чувствуешь себя медузой, выброшенной на берег и просто расплывающейся, расползающейся под лучами солнца. Но, между прочим, вот в эту прохладную погоду очень мило, ну прохладную, да, вот эти у нас сейчас 19, 20, 21, 22, вот в эту прохладную погоду очень мило зазвучал вот этот аромат от Асанг Пинк Лили, Лей Розы. Он зазвучал гораздо более интересно, потому что вот из всей троицы ароматов я говорила, что именно этот понравился мне меньше всего. Но сейчас он звучит интереснее, интереснее, чем раньше. Он приобрел какой-то, знаете, такой очень освежающий почерк. Он вот звучит как этот бриз, который освежает, который, ну, словно позволяет зазвучать, открыться второму дыханию. Стал звучать, вот стал звучать, и мне понравился гораздо больше сейчас, вот когда нет вот этой вот жары. И два аромата в отливантиках. Один закончился, второй, я думаю, что я прикончу достаточно скоро. Первый отливантик это Beautiful Day от Костель Бажак. Вот здесь было 5 мл, я прикончила этот аромат. Интересный был аромат, интересный. Цветочно-миндальный. И вот миндаль здесь звучал не как пироженка, а, знаете, скорее как марципановая масса. Даже, даже без добавления сахара. Вот что-то такое, что-то такое действительно марципановое. Интересное звучание. Может быть, марципан слегка припудренный, совсем-совсем чуть-чуть, потому что марципан здесь явно выступал на первых ролях. Несладкий марципан без сахара. Цветочно-марципановый, может быть, с легкой пудринкой. Аромат однозначно интересный. Но вот целого флакона мне не захотелось. И второй аромат, это тоже Костель Бажак Beautiful Day Intense. Интенс? Ну, я сразу скажу, что вот этот аромат мне кажется менее интересным, чем просто Beautiful Day Костель Бажак. Почему? Ну, потому что этот цвет, это просто цветочный аромат. Это просто цветочный аромат. Да, таких, мне кажется, миллион. Имеем легион. Ничем особо не выделяющийся, ничем особо не цепляющий. Приятный, цветочный, без изюминки, без какой-то зацепочки. Окончу и все. Вот буквально короткое включение на несколько минут. Но за эти 6 минут я просто упомянула те 5 ароматов, которые я использовала в течение определенного периода. Ароматы обливашки, которые по-интересному, по-особому или как-то еще, звучали уже теперь не в самую жару. А сейчас я прощаюсь. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok